Десятки южноуральских школьников могут перейти на домашнее обучение из-за отказа ставить пробу МОНТУ. Ее делают, чтобы проверить, не болен ли ребенок туберкулезом. С начала года к уполномоченному по правам человека в регионе поступило более 20 официальных обращений от родителей, чьих детей уже не пускают или могут не пустить на уроки. До определенного времени никаких проблем не составляло написать отказ от проведения пробу МОНТУ. Его прикрепляли в карточку и ребенок продолжал дальше посещать занятия. Однако в последнее время Роспотребнадзор ужесточил требования и стал требовать от руководителей образовательных учреждений, чтобы те отстраняли детей от образовательного процесса. Я считаю, что эта ситуация недопустима, она нарушает права детей на образование. Маргарита Павлова уточняет, после проведения пробы МОНТУ нередко бывают осложнения. Один из последних случаев в декабре 2015 года в Смоленской области. Ребенок умер на глазах у своей мамы прямо в прививочном кабинете. В Рязанской области было массовое осложнение после пробы МОНТУ. 40 школьников почувствовали себя плохо. Между тем, в Челябинске уже есть прецедент о запрете посещения школы через суд. Такое решение приняли в отношении шестиклассника. Уже два месяца он вынужден заниматься дома. Альтернатива пробе МОНТУ распространенный в Европе квантифероновый тест. Его точность более 90%, тогда как у реакции МОНТУ 50-70%. Однако в Челябинске альтернативный тест на туберкулез нигде не делают. Что же делать с родителем, если ребенка не пускают в школу? Репортаж наших корреспондентов смотрите в 21.30.